Сегодня мы продолжаем изучать Евангелие от Матфея на библейском портале Экзегет. И мы читаем 4 главу. Глава с 1 по 11 стих рассказывается об искушении Христа в пустыне. В 3 главе мы читали о крещении Господнем. И сразу после крещения искушение в пустыне. То есть человек, который приготовляет свою душу служить Богу, он должен готовиться к искушениям. Потому что дьявол воспринимает наше намерение служить Богу как оскорбление ему, то есть дьяволу, и как вызов ему. Потому что дьявол был отрешен от возможности служить Богу за свою гордыню и за свое непослушание. Мы видим, что Господь проводит время после крещения в посте. Сорок дней и сорок ночей он ничего не вкушает. И дьявол приступает к нему в надежде, что может быть он теперь испытывает жажду, он испытывает голод, и лукавому окажется возможным его одолеть. Но дьявол не понимал, что именно сорокадневный пост укрепил Сына Божия. Таким образом, Христос является нам пример, как готовиться к искушениям и как их преодолевать. Он сам говорил, сей род изгоняется постом и молитвой. И приступил к нему искуситель и сказал, если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Он же, то есть Христос, сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Здесь для нас очень интересно обратить внимание на то, что на дьявольское искушение Христос отвечает библейской цитатой. Он цитирует слова, взятые им из Ветхого Завета, из книги Второзакония, 8 глава, 3 стих. И дьявол, который столкнулся с ответом в формате библейского откровения, теперь сам начнет использовать библейское откровение, соблазняя Сына Божия. Как и сектанты используют библейское откровение с целью смутить православных христиан. И мы об этом читаем. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему, если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано. И дьявол цитирует Писание. Ангелом своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею. Дьявол цитирует Псалтырь, 90-й Псалом, 11-й и 12-й стих. А как действительно нам отвечать на искушение, если оно сопровождается некой псевдобиблейской мотивацией? Те же сектанты, еретики могут открывать нам разные части священного писания и что-то показывать. И мы читаем далее. Иисус сказал ему, написано также, не искушай Господа, Бога твоего. Христос отвечает словами из книги Второзакония, 6-я глава, 16-й стих, научая и нас на то, как сектанты или еретики цитируют Слово Божие, искажая его, отвечать также Словом Божиим, но уже в правильном понимании самого этого слова. «Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Вот здесь очень интересный текст. Здесь говорится о том, что дьявол предлагает, как нечто, безусловно, принадлежащее ему все царства мира и всю славу их. И он предлагает все это передать Христу, если он падше поклонится ему. Почему дьявол так говорит? Действительно, мир политических амбиций и националистических спекуляций, он находится под контролем дьявола. И дьявол предлагает славу мира, богатство мира, как что-то уже находящимся в его власти, под его полным контролем. «Все это дам тебе, – говорит он, – если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Христос второй раз цитирует книгу «Второзаконие», даже третий раз, в данном случае 6 главу, 13 стих. «Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему». Конечно, возникает естественный вопрос, а как вообще дьявол посмел приступить к Сыну Божию? Святые отцы, отвечая на этот вопрос, говорят, «Дьявол, трепеща божество Христа Иисуса, приступает к человеку Христу Иисусу». И действительно, мы веруем в Иисуса Христа как истинного Бога и истинного человека. Дьявол, конечно, не мог бы противостоять Богу. Взаимоотношения между Богом и дьяволом – это не перетягивание каната. В Писании сказано, бесы веруют и трепещут. Но трепеща Бога, дьявол приступает к человеку Христу Иисусу, чтобы попытаться искусить его. И следующая тема в 4 главе далее рассказывается с 12 по 22 стих о том, как Господь Иисус возвращается в Галилею. «Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею». Святые отцы дают комментарии. «Если слышишь о том, что гонения начались, и кого-то они уже коснулись, не провоцируй их на себя. Отойди в сторону. У тебя есть много других дел, которыми ты должен заниматься, как служитель Христов». То есть христианин не ищет гонений. Но когда они находят его, тогда, да, действительно, он проявляет мужество веры и твердо стоит до конца. И Христос нам являет пример. Как я уже неоднократно говорил, он и становится человеком, Бог, для того, чтобы в своем человеческом действии научить нас подлинной человеческой жизни, как нам поступать в той или иной ситуации, подобной ситуации, которую и мы тоже можем переживать. И далее. И оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченный через пророка Исаию, который говорит, «Земля Завулонова и земля Нефалимова, на пути Приморском, за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий и сидящий в стране, и тени смертной воссиял свет». Галилея, она действительно так и называлась, Галилея языческая, потому что там было смешанное население. Там проживали не только евреи, там проживали греки, римляне, сирийцы, арабы, представители самых разных народов. И власть Ирода, который пленяет Иоанна Крестителя, на Галилею, собственно говоря, и не распространялась. В той мере, как она распространялась на Иудею. И далее мы читаем, «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Итак, с какого времени Христос начинает проповедовать? «Когда пленен был Иоанн Креститель». Святые отцы предлагают аллегорическое столкование этого обстоятельства. Они говорят, что так как Иоанн Креститель – это величайший из ветхозаветных пророков, его пленение обнаруживает неспособность Ветхого Завета явить полноту спасения роду человеческому. И когда плененный человек Иоанн Креститель замолк, Сын Божий выступает с проповедью в своем открытом служении. Как и сказано в Евангелии от Иоанна, закон произошел через Моисея, а благодать и истина через Иисуса Христа. Как мы здесь и прочитали, с того времени, то есть после пленения Иоанна Крестителя, Иисус начал проповедовать и говорить «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Мы видим, что, собственно говоря, в начале своей проповеди он предлагает тезисы, которые уже озвучил Иоанн Креститель. Проповедь Иоанна Крестителя тоже заключалась в том, что он призывал к покаянию и говорил «Приблизилось Царство Небесное». Христос таким образом показывает, что он пришел не нарушить закон, но исполнить закон. Он продолжает как бы опроповедь Иоанна Крестителя, но то, что говорит Христос, конечно, конечно, несравненно, более величественно, как святитель Иоанн Златоуст однажды воскликнул, как небо отстоит от земли, так и новый завет выше завета Ветхого. Далее мы читаем о событиях, которые связаны с Галилеей с 18 по 20 стих, а по 22 стих призвания первых учеников. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков. И они тот час, оставив сети, последовали за ним. Святые отцы с древних времен обращали внимание на то, что первыми вождями еврейского народа были пастухи. Пастухом был патриарх Авраам. Пастухом был боговидец Моисей. Пастухом был царь Давид. И святые отцы объясняют обстоятельства, говорят, на примере, как они пасли бессловесных овец, Бог узрел в них некие качества, как они смогут пасти овец словесных. Например, мы знаем, что у Моисея было очень обостренное чувство справедливости. Когда ему исполнилось 40 лет, и он вышел посмотреть, как живут его братья, он увидел, что египтянин бьет еврея, и он сразу заступается за еврея. Потом он выходит в другой день, два еврея ссорятся. Он вступает в их ссору, чтобы как-то разнять их. Потом мы видим у колодца уже в земле Мадиамской Моисей вступается за дочерей священника Мадиамского, которых не пропускали колодцу. Бог избирает людей, когда видит, с одной стороны, обостренное чувство справедливости, и, с другой стороны, способность к руководству. А руководить может тот, который обуздал самого себя, укротил самого себя, ибо Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. А про Моисея мы знаем из Писания, что он был самым смиренным человеком на земле в свое время. А здесь призываются рыбаки, люди, скажем так, одного цеха. Почему как бы происходит смена? Уже не пастухи призываются стать вождями народа Божия, а рыбаки. Все-таки согласитесь, каким бы ни было бы крупным стадо, оно не сравнится с сетью, которая заброшена в море, и огромное несчетное количество рыб захватывает сеть в удачные моменты рыбной ловли. Так вот, то, что ветхозаветные времена могли сделать, это упасти один народ еврейский во спасение. И здесь действительно опыт пастырей, которые имели не такие уж и крупные большие стада, он мог пригодиться. А когда проповедь Евангелия должна быть обращенной уже ко всему миру, ко всей Римской империи, здесь, конечно, немножко другой размах. И святитель Анзалтаус в одной из бесед говорит прямо, кто вышел на проповедь? Рыбаки. Что они сделали? Закинулись в сеть евангельского благовествования, и через несколько столетий вся Римская империя оказалась уловленной в эти сети. Христос говорит им, что Он их сделает ловцами человеков, то есть Христос силен трансформировать любой опыт человека для того, чтобы этот опыт он реализовался бы уже в домостроительстве спасения рода человеческого. И тому есть много примеров. И даже в древнем православном молитвословии мы находим слова. Как прежде служили сатане и льстивому, наипаче послужим тебе, Господи. То есть Господь силен трансформировать и наш прошлый негативный опыт и, изменив характер нашего отношения ко греху, он делает нас противоположными греху. И прошлый греховный опыт оказывается неким подспорьем, когда человек знает, что он был мертв, а во Христе он ожил, и он стремится этой радостью делиться с другими людьми. Как исповедь блаженного Августина, в которой он раскрыл весь прошлый свой негативный опыт и прославил Бога за то, что из глубины возбав к Создателю, он был им услышан. Далее мы читаем, «Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Заведеева и Иоанна, брата его, в лодке за Ведеем, отцом их, подчиневающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставив лодку, и отца своего, последовали за ним». Кто-то может смутиться этим примером, то, что они оставляют в лодке своего отца, но Господь не призвал бы людей за счет неуважительного отношения к родителям. Скорее всего, этот отец был человек богатый, и было кому позаботиться о нем. Иначе бы Господь не призвал бы апостолов последовать за ним, ведь есть же Божий заповедь, «Почитай отца и мать, и будешь долголетен на земле». В каждом случае, когда Христос кого-то призывает, он действует как Бог, как сердцеведец, который видит всю ситуацию от начала до конца. И далее мы читаем о том, как люди во множестве приходят к Иисусу Христу. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». То есть сначала он идет к людям, а что происходит после этого? «И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их, и следовало за ним множество народа из Галилеи, и Десятикратия, и Иерусалима, и Иудеи, и за Иордана». Здесь мы видим, что отклик на проповедь Христа обнаружен в сердцах очень многих людей, особенно тех, которые страдали от разных болезней, от различных болезней, как здесь сказано, и припадками, и бесноватостью, и другими всякими тяжелыми моментами. И только во Христе реально эти люди могли обрести искомое исцеление. Как здесь не вспомнить притчу о блудном сыне, когда блудный сын взял имение отца, то, что по правилу наследия могло принадлежать ему, и ушел в страну далече с этой частью своего наследства, там все расточил, все потерял. И когда он пришел в полный упадок, он сказал, «Встану и пойду к отцу моему». И он встает и идет к отцу. Он не рассчитывал на то, что отец восстановит его в достоинстве наследника. Он уже промотал все наследство. Он имел намерение стать хотя бы слугою там, где отец его пас свои стада. Но сказано, когда отец увидел его еще издалека, отец побежал к нему навстречу. И отец заключил его в объятие отче. Бог видит наши болезни, Бог видит наши недуги, Он видит наше несовершенство. Он уже вышел навстречу каждому из нас. Еще тогда, в древней Галилее, почти две тысячи лет тому назад. И тогда же Он произнес слова, которые через толщу времен обращены к каждому из нас. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Христос говорит, «Все, имея в виду каждого, до осознания которого достигли слова евангельского благовествования, и следовало за ним множество народа из Галилеи, и Десятиградия, Иерусалима, и Иудеи, из Иордана». И в исторической перспективе по отношению к тем временам можно добавить, исследовали народы из Рима, Афин, Константинополя и Москвы. Действительно, вера Христова, распространенная по всему миру, до сих пор являет образ Христа как милосердие Божие, обращенное к каждому человеку. Продолжение следует...